Всем доброе-предоброе утро. Пришлось вымыть голову. Я вчера гель наложила на волос. И сегодня встала, что пипец. У меня все дыбом стояло. И пришлось мыть голову. Вообще не планировала ее мыть. Как бы понедельник святой. Все дела. Но с такой головой на улицу невозможно выходить. У меня вчера Пасху привезла. С праздника нашего. Буду завтракать Пасхой. Все как положено. Так что начинаем новую неделю. Как вы могли бы заметить, мы на пляже немного вам тишины природной. Чарли мой бегает. Так хорошо. Никого нету. Ветра нету. Солнце нету. Но тепло. Хорошо. Вот я сейчас с ним погуляю. Поеду валькампу за фруктами съезжу. У меня дома один банан остался. А кушать-то хочется. А когда хочется кушать, лучше съесть какое-нибудь яблочко, чем печенюшку. У тебя печенюшек у меня нет. Но есть. Танька такая зараза. Вчера у мужа день рождения было где-то месяц назад. Она ему привезла в подарок. Маритони, которые я постоянно вам рекламирую. Такие вкусные, как пироженки. Аж две пачки. Вот ведь зараза. Я сейчас выходить перед домом. Такая хотела спросить у мужа. Говорю, купить тебе что-нибудь сладкое. Потом смотрю, пакет стоит. Думаю, ага, тут еще есть их и не переесть. Поэтому лучше куплю фруктов, чтобы когда придет какое-нибудь желание что-нибудь запихать в рот, лучше запихаю что-нибудь полезное. Правильно говорю? Правильно. Так хорошо. Смотрите, там кораблик плывет. Или просто стоит. Ой, как это, зеркало. Смотрю с тебя, как зеркало до головокружения. И народу никого. Вот мне нравится. Все дети в школе. Хотя у нас в среду праздник. Ну, по-моему, он везде праздник, да? 1 мая, день труда. Вот. Мы не работаем. То есть я завтра отработаю и в среду уже не работаю. В четверг, пятницу, естественно, работаю. Хотя у нас здесь смотрели, в нашем городе, тоже праздник. То ли четверг, то ли пятница. Точно не помню. Здесь Деда Лакрус, День Креста. Как-то вот так перевести. Чарли делает свои дела. И у них вот праздник. Ну, где я работаю, там нет праздника. Поэтому работаем, работаем и еще раз работаем. Я уже в Альмунекор приехала. У меня еще есть время. Я хочу здесь в обудной магазин сходить. Один хороший есть. Так что сейчас посмотрим в Абулупую. Этот город более туристический, чем где я живу. Но он меньше. Поэтому здесь можно затеряться среди туристов, потому что все балакают на разных языках. Вот я хотела вот в этот рай. Он называется магазин. Сейчас загляну в него. Может, какие-то потушки выберу. Так. В общем, я уже дома. У меня идут во все приготовления проведу. В общем, буду делать карли контоматы. Обжариваю мясо. Потом вливаю помидоры. Помидоры жареные. Помните, я жарила помидоры? Вот. Добавляю туда специи разные, какие мне нравятся. И эти жареные помидоры. И тушу минут десять с помидорами. И вот такой у меня будет обед. А там у меня варится рис. В общем, карли контоматы и рис. Будет вкусно. Что купила в русском? Семечки не жареные. Они, по-моему, четыре евро. Здесь килограмм. Киреешки. Наверное, по евро. Вот эти прям там соус. Мне так понравились. Муж в прошлый раз заикнулся о сушеном кальмаре. Вот я ему купила. Правда, он будет просить пиво. А ездила я за мойвой. Это копченая мойва. М-м-м. Я уже съела одну вкуснятина. Нелевоедная. Ну, и меня как бы захотелось вареньки с картошкой и с грибами. Когда-нибудь сделаю. Пускай лежат. Вот. Самой-то лепить неохота. Так что сейчас еще покажу, что в Меркад... Не, в Алькампу купила. А в Русском еще вот такую тушенку купила. Армейская какая-то. Не знаю, вкусно, невкусно. Если честно, я даже не посмотрела, какая. С чего она? Говядина или свинина? А и говядина, и свинина. В общем, Алькампу купила. Тут у меня уже все плюм-плюм-плюм. Надо убрать огонь. Купила. Клубнику. Бананы канарские. Альметы. Творожный сырок натуральный. С зеленью и с йогуртом. Не знаю, какой-то с йогуртом. Вот таких штуки четыре. Это творожный мусс. Там идет с вареньем. Ням-ням. Много яблок. Брюссельскую капусту. Спаржу. И фасоль стручковую. Буду рецепт один делать вкусный-вкусный. У нас сестра делает так слоями. В общем, завтра, наверное, сделаю. Так что будьте в курсе. Подписывайтесь. Рецепт вот такой. Легкий. Экономный. Ну, потому что, допустим, вот это можно и не класть. Но я вам все расскажу, когда буду готовить. Это просто я уже от себя чина. И молоко вот такое. И все. Больше ничего не купила. А, ну и 5 килограмм апельсин. Мы делили апельсин. Так, рис у меня почти сварился. Очень, кстати, удобно там в нем варить. И это почти тоже сделалось. Так что сейчас пойду кушать. Вот так выглядит мой обед. Яйцо нужно жареное сверху. Но жареного я не хочу. Я буду вареным. У меня есть очень много вареных пасхальных яиц. Поэтому я пошла кушать. Достану сейчас хлебушка. Хлебушек, хлебушек. И всем приятного аппетита. Вы знаете, я сегодня так парковалась, что впиндюрилась в дерево. Блин, отвалилась. Я ее сейчас приклею клеем, моментом. Может быть, будет держаться. В принципе, это только краска, поэтому пускай вот так будет. Клеем, моментом прилепила. В дерево, представляете, впиндюрилась. Бывает. И я его слепила. И что мы теперь с клеем ходить? В машине оставлю. Надо в клинику ветеринарную сходить. Ну, чтобы вакуну, прививку сделать с Чарли. Чтобы не назначили на какой день. А я не помню. Они после обеда, помните, я один раз ходила. И там они были закрыты. То ли понедельник, то ли среда. Там есть-то чепизденчик какой-то. А трещит-то на всю советскую, как говорится. Так вот, не помню. То ли среда, то ли понедельник. Они после обеда не работают. Ой, ну сейчас все равно дойду, посмотрю. Не помню. И телефон возьму. У меня есть телефон, но я не помню. Та ли это клиника или другая. В общем, этих клиник я прошла миллион. И телефоны все их лежат. Ну, а естественно, адреса я не помню. В общем, пипец. Сейчас пойду узнаю. Нагулялась. Кушать хочется. Чем же я буду ужинать? Ну, чем можно ужинать в понедельник Святой Пасхи? Яичко. Яичко крашеное. Зеленые. Всегда столько яиц остается. Ну, в принципе... Сейчас почищу. В принципе, столько же остается, сколько красили. Правильно? Это же происходит обмен яйцами. Ой. Некоторые, наверное, салат делают. А мы их так поедим. Я люблю с майонезом. Но на ночь с майонезом... Ну, как на ночь? Время 8 часов. Я себе и этого не позволяю. Ну, захотелось. Прям вспомнила. Думала, блин, аж яйца есть. Крашеные. Сейчас смотрю. Последний герой. Вчера был. Он очень поздно начался. Из-за того, что эти выборы были. Правда, выборы это были. Выбрали того же, кто и был. Ну, он как был? Он вроде бы и был, но... Лишен там некоторых прав был. Потому что его избирали не народ, а избирали депутаты. В общем, в политике я как бы не очень, но... А теперь он уже на всех правах президентом будет. Вот такие дела. Смотрите, как у нас светло. Ну, оно, знаете, быстро, прям через за полчаса, и потом бум, уже и нету солнца. Ну, лежит такой, ну, сладкий такой. Ой, у меня там девчонки болтают. Что-то наболтали. В общем, вот такие вот дела у меня будут. Вечер вот такой неинтересный. Ое, ке асэ стуаки? Наверное, как и у всех. Телевизор, чай. Я Рэйбуш себе заварила. И любимая маскота, любимая собака рядом. Ай, кстати, мы зашли в этот, в клинику. Там столько народу было. Ужас! Я позвонила. Ну, там у них звонок, чтобы они там открыли. Вот. И никто минут пять, наверное, не подходил. Я просто сделала фотку с номером телефона. Завтра позвоню утром. Или чтобы мне назначили, когда мне там приходить на прививку. Прям целые. Я так сидела там дофига. А Чарли же меня боится. Он начинает трястись вот так весь. Когда мы заходим в клинику. Подходим даже. И думаю, что я его буду нервировать. Сфоткаю. Завтра и позвоню. И пускай они мне уже по телефону говорят, когда прийти сделать прививку. Вот такие вот дела. Ладно, буду чаек пить. Вот на таком пейзаже, скажем так, я буду с вами прощаться до завтра. Завтра у меня рабочий день. Зато послезавтра уже опять выходной. Но завтра я буду работать и с утра, и после обеда. У меня есть клиентки наметились. Позвонили. Надо работать за два дня. За вторник и за среду. Чтобы не так обидно было, что в среду выходной. Лясочки летают. Классно так на улице. Не холодно, не жарко. Ветра нет. Напротив у всех жалюзи закрыты. Меня никто не видит. Никто на меня не смотрит. Никому я не нужна. Соседи, кстати, у нас походу только по выходным приезжают. Они приедут, здесь фиесты устроят на всю улицу. Музыку врубят на всю Ивановскую и уедут. Потом, типа, отдыхайте целую неделю без нас. Ой, не могу. Ребенок у них маленький, там, годика два, наверное. Как они, не знаю. Ну, нет, не то, что я имею в виду фиесты, прям, праздники, там, у них люди, там, да. Нет, музыку просто они врубают на все это. То есть нету там у них никаких сборищ, никого нету. Просто музыку. Знаете, как у нас вот в России, я помню раньше, не знаю, может быть и сейчас так же, выставляли магнитофон и прям в форточку или в окно, и чтобы вот на улице все это слышали. Я вообще не понимала этого прикола, и по сейчас его не понимаю. Нафиг выставлять магнитофон тогда, еще с концетами был, в форточку вот так, чтобы не у тебя дома ты слышала, а чтобы слышали все. Зачем, как бы говорится, людей принуждать слушать ту музыку какую-то, которую хочешь ты слушать. Вдруг мне она не нравится. И вот я так помню, часто бывало, и дешево, и в форточке видишь магнитофон. Так, наверное, и эти так же, я не знаю. Но орет у них страсть. Хорошо, что она орет, знаете, не вот у этой двери, которая у нас, а с той стороны, там вот где балкончик, и туда весь звук идет. То есть, знаете, где слышно? В подъезде очень сильно слышно на улице, а у нас дома не слышно. Но это при условии, что все закрыто, а летом-то все будет открыто, я не знаю, может быть. И вот они включат свою музыку, и слушайте все, кому хочешь, кому не хочешь. Ладно, на такой истории, предыстории буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Ну, все как всегда. И всем до завтра, и пока-пока!